Добрый вечер, уважаемые жители, представители администрации округа Владимир Витальевич. В самом начале нашей встречи большая просьба, переведите телефоны без звука, виброрежим, чтобы не мешать этой встрече. Рекламент нашей встречи предлагает полтора часа общения, мы работаем с вами до 18.45 минут. Вначале мы заслушаем краткий доклад руководителя администрации Владимира Витальевича Сельцова, потом у нас будет с вами время на обсуждение, и все желающие смогут задать свои вопросы. За час до начала нашей встречи в фойе на первом этаже начали работать информационные столы с представителями служб города. Вы им также могли задать интересующие вопросы и уже кое-что обсудить. Каждый пришедший на встречу при входе получил бланк. На этом бланке вы можете письменно задать свой вопрос, в случае если не успеете задать его здесь вслух, или хотите задать более одного вопроса. Снадите их после нашей встречи волонтерам. Каждый вопрос будет зарегистрирован и передан в администрацию к рассмотрению и исполнению. Ни один вопрос, поверьте, не останется без ответа. После доклада руководителя администрации и просмотра презентации в зале начнут работать микрофоны, к которым вы будете иметь возможность подойти и задать свой вопрос. Вопросы мы будем задавать в порядке живой очереди. Большая просьба не выкрикивать вопросы с места, потому что будет непонятно, не услышим. Мы дадим возможность каждому высказаться. А подойдя к микрофону, четко сформулируйте свой вопрос, задайте его и не забудьте перед этим представиться. Время встречи, я напоминаю, ограничено, поэтому прошу соблюдать порядок и работать по регламенту. Напоминаю, что наша встреча закончится ровно в 18.45. Потому что Владимир Владимировичу нужно еще успеть на одну встречу с жителями города. Ну и в самом начале, дорогие друзья, по доброй сложившейся традиции, предлагаю провести церемонию награждения. Владимир Владимирович, прошу вас. Итак, под ваши аплодисменты, дорогие друзья, почетные грамоты администрации городского округа Кимки за существенное вклад социально-экономического развития городского округа награждает Миленького Татьяна Сергеевна, заместителя директора по административно-хозяйственной части Муниципально-медицинского образовательного учреждения дополнительного образования детей из Ходницкой детской школы искусств. За благотворный труд большой вклад в дело эстетического воспитания и обучения подрастающего поколения существенный вклад в развитие культуры и искусства городского округа Кимки награждается почетной грамотой администрации городского округа Кимки Кириллова Анна Николаевна, преподаватель художественного отделения Ходницкой детской школы искусств. Награждается Поколов Георгий Павлович, преподаватель по классу гитары. Ходницкой детской школы искусств. Это еще не все. Для вручения благодарственных писем Московской областной думы приглашается на сцену депутат Московской областной думы Косыгин Андрей Борисович и депутат Совета депутатов городского округа Кимки Смирнов Александр Энерскович. За многолетний добросовестный труд и достижение высоких результатов трудовой деятельности МФЦ городского округа Кимки награждается благодарственным письмом Московской областной думы Ткаченко Надежда Анатольевна, начальник управления показателя государственных муниципальных услуг МФЦ городского округа Кимки. За многолетний благотворный труд, высокий профессиональный, большой вклад в музыкальное обучение, эстетическое воспитание подрастающего поколения городского округа Кимки Благодарственным письмом Московской областной думы награждается Ануфриева Надежда Алексеевна, преподаватель по классу фото-пиано Сходинская детская школа искусств. Диктимирова Флора Борисовна, преподаватель по классу аккордеона Сходинская детская школа искусств. Награждается Ежова Галина Владимировна, преподаватель по классу виолончели Сходинской детской школы искусств. Награждается Суминовая Ирина Павловна, преподаватель по классу фото-пиано Сходинской детской школы искусств. Андрей Борисович, Александр Леонидович, спасибо большое, занимайте место в зале. Ну что же, дорогие друзья, переходим к основной теме нашего встречи. Владимир Леонидович, вам слово. Добрый день, уважаемые жители микро-ривенов Сходинской ферсановки, нашего городского округа Кимки. Не зря у нас мероприятие началось с того, что мы поздравили те, кто заслужил награды, те, кто старался в течение года, те, кто действительно внесли огромный вклад в развитие нашего округа, в том числе подготовкой нашего поколения. Нашим депутатам тоже огромное спасибо. И Андрею Борисовичу Косыгину, и Александру Леонидовичу Смирнову. Это депутаты областной думы, депутаты нашего городского совета. Они не зря здесь присутствуют. Это те люди, которые сегодня помогают, принимают активное участие, в том числе и в принятии политических решений, в принятии решений по получению средств из федерального и регионального бюджета. В моем докладе некоторые вещи прозвучат, и безусловно, я хотел, чтобы они знали, что это благодаря их получается, в том числе и чтобы люди знали своих героев. Поэтому скромничать не нужно. Я прошу вас, уважаемые коллеги, быть здесь и до конца побыть, послушать, о чем будут говорить люди, что будут такие вопросы сегодня беспокоят, какие проблемы у них существуют, для того, чтобы мы вместе с вами в будущем эти проблемы решали. Очень важно, чтобы сегодняшний разговор не остался на словах и в воздухе, а безусловно, все вопросы были решены. Очень важно, чтобы они были реализованы. А если мы посчитаем, что вопрос стоит обсуждения, все-таки принятие каких-то более правильных и консолидированных решений, зависит не только от нас, а еще от каких-то федеральных и региональных структур, то мы это тоже должны обсуждать и в дальнейшем уведомить население о том, что их будет ждать и какой будет в дальнейшем результат. Сразу хочу сказать, что здесь со мной вместе присутствует вся моя команда, мои заместители, начальники управления, общественные организации, подразделения администрации, городского округа Химки. Мы пришли неспроста все вместе сюда, а ровно за тем, чтобы все мы слышали, какие сегодня проблемы есть. И важно, чтобы каждый из нас принял активное участие в решении этих проблем. Почему мы встречаемся с населением? Буквально до встречи здесь я встречался в сквере «Сказка», и потом в районе домов 25, 27, 27, рядом со «Сказкой». А там мы сегодня планируем достаточно серьезное глобальное благоустройство, но и не только в этих дворах, и еще ряд дворов в Сходне Ферсановке. Просто вот этот сквер, он приближен к этим домам, все-таки мы хотим навести там порядок. Так вот, о чем мы с людьми говорили, что и услышал от людей многое в том, что на какое-то передвремя Сходня была забыта. И, безусловно, такое количество людей, которые проживают здесь, в нашем микрорайоне, в Сходне Ферсановка, не должны быть забыты, и, безусловно, должны чувствовать себя одним единым городским округом Хим. Как развивается центральная часть округа, в общем-то, так должно развиваться каждый микрорайон. Поэтому, встречаясь с вами, я в очередной раз убеждаюсь в том, что чем больше я провожу этих встреч, тем больше коэффициент полезного действия в моей работе. То есть мы начинаем предметно, конкретно отрабатывать все проблемы, которые существуют у населения. И вот этот принцип губернатора Московской области Андреевича Воробьева, житель Всегда Прав, он настолько эффективно работает, что для нас понятно, что нужно делать, и самое важное, что мы очевидно видим, какие вопросы и проблемы решаются. Вот этот портал Добродел, который сегодня присутствует только на территории Московской области, а мы участвовали в пилотном проекте этого портала, он для нас очень важен. Важный в чем? Мы узнаем, сколько, оказывается, проблем есть в округе. Потому что к нам за неделю поступает около 300 обращений. Самое главное, что за этот период времени мы уже отработали около 3000 обращений. Все обращения отрабатываются. Есть проблемы, которые решаются быстро, в течение одного, два, трех дней. Вообще у нас положено в течение восьми дней решать. Но есть вопросы, которые, понятно, что не за три, но за четыре дня не решишься. Если там надо дорогу построить или реконструировать, если установить детский городок, если он там нужен и необходим и вообще возможно сделать, то понятно, что его не установишь, тем более в зимний период времени или осенний. Но есть сроки, в которые мы это можем в период сделать, поэтому мы в своих ответах даем срок точный и конкретный. И службы в администрации, которые сегодня проверяют исполнение тех обещаний, которые были даны в разъяснениях и в ответах жителям. Безусловно, кто не работает, тот не ошибается. И у нас есть ошибки. Зачастую забываем. Я это напоминаю постоянно на городских плодерках, что и где мы забыли, но тем не менее, мы стараемся исправлять все эти ошибки, стараемся их увидеть и, конечно же, быстро всю эту ситуацию исправлять. Реализация указов президента у нас является приоритетом в нашей работе, поэтому все, что связано с строительством детских садов, школ, все, что касаемо заведения порядка на территории муниципальных образований, конечно же, для нас это приоритетно. В связи с этим я сразу хочу сказать, что мы сейчас наш бюджет 2016 года социально ориентированы. Практически львиная доля бюджета уходит на целом на строительство социальных объектов и, конечно же, поддержка, огромная поддержка медицины, потому что ее нужно поднимать. Вот сегодня у нас был в гостях в округе губернатора Московской области Андрей Юрьевич, где он сказал, что в 2012 году у нас был просто отток врачей. В 2013 баланс, то есть отток перестал, но новых врачей не набирали. Вот только с 2014 года начался набор врачей. И вот у нас на сегодня не хватает 2000 врачей по области. По округу не хватает 119. На этот год нам нужно еще, то есть идет норматив, из года в год сколько нужно набирать врачей. От них нужно, естественно, сформировать заработную плату Министерству здравоохранения, создать условия труда, оборудование и, конечно же, воплотить в это все в жизнь. Вот нам нужно до конца года по плану привлечь на работу в городской опухимке 30 врачей. В общем-то, чем мы и занимаемся. И методы для этого есть разные. Вот предоставление служебного жилья, когда мы приглашаем специалистов узкой специальности, но очень-очень-очень необходимой для округа. Это хирурги, это врачи, которые занимаются онкоболезнями, многими другими, которые, в общем-то, не хотели бы, чтобы наши граждане болели. Но, тем не менее, врачей такой узкой специальности у нас в Подмосковье, мы зачастую найти не можем. И через Министерство здравоохранения, через Министерство здравоохранения Российской Федерации мы находим этих врачей из других регионов, и они приезжают с семьями к нам. Но для того, чтобы они здесь работали и жили, приходится выдавать именно служебное жилье до тех пор, пока они работают у нас, они живут в этих квартирах. Но зато мы сразу видим сегодня результат. Вот мы в этом году чисто, если взять чистую пропорцию, пригласили на работу 21 сотрудника, который сегодня уже на территории округа работает, приносит хороший положительный результат. Я надеюсь, что если динамика будет, то, безусловно, она приведет к улучшению вообще системы здравоохранения, работы системы здравоохранения на территории округа. Плюс к этому мы будем в Южной Сходнице в этом году строить поликлинику детскую. Кроме того, что мы ремонтируем одну, будем еще и строить. Вот наши депутаты нам помогли, Косыгин и Смирнов, деньги выбить. Из правительства, именно из правительственного бюджета. И в этом году мы будем строить эту поликлинику. Мы знаем, что она на Сходни необходимо. Были запросы от населения. И вот в этом году мы будем ее реализовать. Конечно же, кроме того, что в этом году будет строиться в целом три поликлиники на территории округа, мы еще ремонтируем старые. То есть 21 старую поликлинику. В этом году мы отремонтируем. Ну и в следующем году у нас остается четыре поликлиники. Отремонтировать. Будем заниматься образованием. Достаточно серьезную работу провели в 2015 году. Построили 10 садиков и одну школу. Достаточно амбициозные планы у нас и на 2016 год. Тоже будем строить 10 садиков и три школы. Скажу сразу, что экономика на территории Российской Федерации, экономическое состояние не самое лучшее сегодня. Бизнес потихонечку понимает, что с учетом увеличения цены доллара и евро очень тяжело на рынке оставаться. Поэтому покупательская способность, развитие малого и среднего бизнеса, сотруднение. Поэтому, и конечно же, со строительством сегодня очень проблематично как по покупательской способности, жалея ли объектов недвижимости, так и по реализации. Но тем не менее, мы для себя эту задачу поставили. И за счет бюджета мы построили в этом году три садика. И семь садиков за счет внебюджетных источников. И три школы. Одна за счет бюджета. И вот что касаемо... И две за счет внебюджета. Что касаемо сходни, вот эта школа на Микояна-25, которая на протяжении четырех лет не строилась, стояла мертвым грузом. Мы ее отработали, сдефектовали, заменили конструктив, экспертизу сделали проекта. И вот сейчас ведется очень мощное строительство, стройка развернута. 1 сентября 2016 года в эту школу пойдут детки учиться. Мы для себя определили, что именно 1 сентября дети должны в эту школу учиться. Я думаю, что тот накал и те проблемы, которые есть на сходнице второй смены, эта школа во многом разрешит 550 мест. Кроме того, мы особое внимание сейчас уделяем и спорту, поэтому в этом году мы строим два физкультурно-оздоровительных комплекса. Один в Мичурино, другой строим в Подресково. Будем строить в Подресково. Это на Мичурино бассейн, каток и для игровых видов спорта зал, а в Подресково просто для игровых видов спорта. И будем строить за счет партийного проекта «Единая Россия» бассейн на левом берегу. «Единая Россия» выделяет наши депутаты в лице родниной Арины Константиновны отработали этот вопрос. Через «Единую Россию» пробили деньги, и вот нам будут они выделены. В сумме 150 миллионов будет строиться бассейн на территории левого берега. Кроме того, скажу сразу, что это все здорово. В этих фокрах будут заниматься наши дюшоры. Все дети, которые живут в городе, в нашем городском округе Химки, во всех спортивных школах занимаются на бесплатной основе. Занимаются и будут заниматься на бесплатной основе. Если же какая-то мамочка хочет записать своего ребенка просто поплавать, просто поиграть в хоккей, просто в тренажерный зал отвезти, конечно, это платная услуга. Потому что это не школа, это не дюшор, это просто частная индивидуальная услуга. Так же, как я захочу пойти, а индивидуально мне придется так же оплатить. Но если я запишу дюшор, значит там тренер есть, который за счет бюджета получает зарплату. Мы арендуем или безвозмездное пользование берем в залы и спокойно эти школы занимаются. Поэтому именно по такому принципу будет осуществляться работа. Что бы хотелось сказать. Вот в хокке это все хорошо и замечательно, но на территории округа, вот вместе с ремонтом дворовых территорий и установки детских городков, вы для себя поняли, что внедрение спорта в каждый двор это актуально и необходимо сегодня. Поэтому на территории округа только в этом году мы будем строить 10 площадок ГТО, 10 универсальных спортивных площадок, 5 спортивных ядер. Это очень серьезное оборудование, это футбольное поле, баскетбольные, это беговые дорожки, тренажеры, брусья, турники. То есть все то, что необходимо сегодня для занятия спорта в свободное время от учебы. Поэтому считаем, что вся детвора с удовольствием будет рядом с этими спортивными ядрами тренироваться, бегать, подтягиваться, отжиматься, тренироваться на тренажерах. И вот такая тенденция, она будет продолжаться и в дальнейшем, в последующие годы. Каждый год мы будем наращивать темпы и вот строить такие спортивные площадки. Там где-то необходимо, там где-то возможно и там где-то актуально. Безусловно, мы надеемся на то, что все-таки тренд среди молодежи будет очень популярный. Тот, который все-таки спортивный, умный, сильный, успешный, чтобы молодое поколение стремилось к лучшему. Поэтому мы для них будем создавать все возможное для того, чтобы они могли спокойно заниматься спортом. Вы знаете, чтобы все это было актуально, действительно наши дети в дальнейшем становились, может быть, выдающимися спортсменами. С этого года мы начали реализовать очень серьезную программу здорового питания. И раньше, если кто был в курсе, у нас было одно муниципальное предприятие, которое закупало продукты, другое муниципальное предприятие, которое готовило для детей, для малышатиков в садике, для более старших детишек в школу. А в итоге придешь попробовать, что кушают дети, и, в общем-то, не хочется кушать. Ну, в каких-то школах было хорошее питание, а где-то и не хотелось. И вот вы знаете, я как председатель призывной комиссии, когда мы призываем на военную службу ребят 18-летних, вот стоят, ну, во-первых, худые, во-вторых, кожа нездорового цвета. Вопрос. И потом смотрим, в армии не идет служить по каким-то причинам. У врачей узнают, какая причина, ты еще молодой, что случилось с организмом? Наркоман, что ли? Нет, уже гастрит и язвы. То есть уже со школы начинали получать. Причина какая, что в школе так плохо кормят, что травили с питанием? Нет. Не очень вкусно. Родители дают деньги на питание. Ну, вместо того, чтобы тратить на первое, второе, третье, он пойдет, купил Кока-Колу с чипсами и все это съел на беремене. И вот так изо дня в день. Ну, вот, говорит, и что может получиться из ребенка? То и получается. Кто именно таким образом питался, сегодня стоит здесь синего цвета. Поэтому мы определили стратегию, мы поговорили с профессурой, профессионалами, которые к этому делу очень дотошно относятся. У нас стало достаточно, мы сбалансировали питание, именно полезное, натуральное и определили для школьников именно выбор. Три вида первого, причем периодически меняется, три вида второго блюда, три вида салатов, три вида напитков, это и компот, и морс, и чай. Обязательно туда входят фрукты, это апельсин, яблоко или банан, а вот уже пирожное за отдельную плату. И вот то, что я вам сказал, это стоит всего 57 рублей 34 копейки. Буквально недавно мы дегустацию делали в 26-й школе, 26-я, да? 25-я. Учителя, мамочки, дети. И вот мы пошли в столовую. Я подошел, пробил, значит, вот столько стоит. Был выбор, там, борщ, щи, суп овощной, мясо, рыба, курица и, там, значит, гарниры, картошка, каша, и каша гречневая, и макароны. Ну и, конечно же, вот тот необычайный выбор салатов, необычайный выбор третий блюд, это, конечно, было уникально. Самое важное то, что вот мы взяли одного из шеф-поваров, очень известных, вот видите, он на слайде есть, и он это все дело попробовал, ну и вообще оценку, знаете, правильно ли мы идем, это интересно нашим детям. Важно ведь, чтобы ребенок с удовольствием шел кушать, чтобы пища была вкусная, интересная, чтобы ему хотелось идти в столовую. И он абсолютно откровенно сказал, что абсолютно правильный подход и вкусная, и полезная, и видно, что из натуральных продуктов сделано. И вот посоветовал, некоторые мамочки сказали, вот винегрет, там очень много лука, не все дети это кушают, ну и не совсем понимают, что это полезно, да? Что сделать? Он берет прямо при нас. Все очень просто, дети же, они играют, они даже в еде видят игру, особенно младшие классы. Берет тарелочку, значит, горошек зеленой глазки сделал, из лука носик и рот, из укропа, у вас ее вот эту тарелочку отдал. Он говорит, вот этот ребенок теперь съест. И на самом деле так, вот мы одному ребенку дали, он начал это есть. То есть из мелочей, но выстраивается самое интересное. Вот казалось бы мелочь, но теперь вот эти все вещи, они будут реализовываться в наших школах. И вот в садике, во время полдника, когда мы тоже проверяли в садике, мы на это акцентировали особое внимание. Начинается же все с детства. Если мы в детстве упустим момент, то когда вырастет человек, уже будет поздно. Вот на полдник давали обычный чай или кисель и обычную булочку. Обычную булочку. Все, там ничего нет. Я говорю, какая польза булочке-то? Ну, ни творога, ни меда, ничего там нет. Что он получит-то? Ни белков, ни жиров, только одни углеводы, причем сложные углеводы. И вот приняли решение, что это может быть запеканка, это может быть сочень, это может быть та же булочка, но только с начинкой, с правильной начинкой. И то, что может приносить пользу ребенку. Действительно, вот эти изменения, они очевидны. И вот в середине года мы будем делать аналитику и понять, какой результат принесет и дети, как это детям понравится или нет. Следующий вопрос, и очень интересная и актуальная тема для всех жителей округа это безбарьерная среда. Вы знаете, уважаемые жители микрорайона Сходник-Рсадовка, что у нас, оказывается, на территории округа есть тысячи людей, которые, к сожалению, передвигаются на колясках. Вот, придя работать сюда, я не ожидал, что их такое количество. И как бы мы занимались благоустройством дворов, делали тротуары, дороги, но совсем ничего не делали для того, чтобы люди себя с ограниченными возможностями чувствовали комфортно. И вот после того, как я собирал форум, на котором присутствовали родители инвалидов, инвалиды сами, то есть люди с ограниченными возможностями, я для себя сделал одну вещь, и которую я не хочу изменять, это то, что нужно помогать этим людям. Я взял себе советники человека, Владимира Николаевича, это инвалид, передвигающийся на коляске, у него есть такие мудрые слова, сегодня вы все ходите, здоровые, но завтра может все случиться, если вы сейчас не создадите условия для тех, кто передвигается на коляске, не дай бог случится беда, вы будете так же мучиться. Это действительно настолько в душу впало, поэтому мы уже в том году достаточно серьезную работу провели для того, чтобы сделать пандусы во многих школах, в больницах, садиках, безусловно, сделать понижающие бордюры на остановках, на тротуарах, но этого недостаточно, поэтому мы в этом году выделили 26 миллионов для того, чтобы эту работу усилить, чтобы у нас на территории округа все бордюры были с понижением, чтобы не только люди с ограниченными возможностями, но и, конечно же, мамочки с колясками могли комфортно передвигаться по округу. Вот я сейчас, когда приехал в Академию, я обратил особое внимание, что здесь как раз все эти мероприятия проведены, и Трофимов Евгений Николаевич, ректор, он здесь присутствует. Огромное спасибо, что он нам предоставил эту территорию. очень заботливый хозяин, и чувствуется, у него все, бомберчики беленькие, пандусы сделаны, все аккуратненько, как положено, сразу видно, человек хозяйственный. Поэтому вам огромное спасибо, Евгений Николаевич, за то, что вы нам предоставили свою Академию, для того, чтобы мы встретились с населением. Достаточно в комфортной обстановке провели это собрание. Что бы еще хотелось сказать, уважаемые жители нашего округа, мы строим в этом году единственный для всего округа театр, он будет находиться в самом центре нашего округа, мы его сделали ровно для того, чтобы все в равных условиях могли приезжать и смотреть театральные действия в сквере юбилейном, там, где арена. В августе месяце он будет построен, я всех приглашаю в этот театр. Театр будет очень хороший, очень достойный, будут работать театралы. Надеемся, что он всем понравится, все будете ходить на спектакли. Конечно же, мы в этом направлении будем усиливаться. Наша основная задача и строительный блок получил поручение вместе с социальными, с социальным блоком разработать методику строительства или же нахождение помещений под домокультурой. Может быть, это дом творчества или просто дом проведения досуга в виде домокультуры именно в каждом микрорайоне, потому что, чтобы население каждого микрорайона могли свой досуг проводить именно там. Вот эту работу мы сейчас ведем. Для нас она понятна, что нужно делать дело за малым. Найти место для строительства или же найти то помещение, которое мы могли именно под этот дом культуры завести. Что еще хочется сказать, что достаточно активно сегодня работаем по поддержке малого и среднего бизнеса. Вот о всем, о чем я сейчас говорил. очень важно, чтобы это все состоялось. Вот чтобы это состоялось, можно быть удивительным руководителем, плантать авторитетом, но ничего не сделать, потому что не будет денег. Очень важно, чтобы пополнялся бюджет. Вот сегодня бюджет пополняется за счет крупных городообразующих предприятий, ну и, конечно же, львиная доля пополнения бюджета за счет малого и среднего бизнеса. Поэтому очень важно понимать, что вот в эти не самые легкие экономические времена очень важно поддержать малый и средний бизнес. Многие сегодня жители хотят наоборот поставить мини-магазинчики шаговой доступности, чтобы было уютно и комфортно купить те или иные продукты, цветы или газеты. А кто-то говорит уберите, мешают. И у тех, и у других есть правда в словах. Но важно понять, чтобы сегодня найти именно ту золотую середину. Вот мы уже сработали в 2015 году и с территории округа убрано 360 незаконных ларьков. 360 объектов. И сегодня на территории округа практически все стоит в рамках закона, согласовано. Одно единственное, что не в самом лучшем состоянии находится. Вот где мы сейчас были у кафе, у парка сквера сказка. Там есть два объекта торговли. Один фермер называется, нарисована такая корова, написано молоко, и там действительно молочные продукты, мясные продукты, все там красиво, все чувствуется, гигиена и все остальное удивительно. И рядом стоит еще уропливый магазин какой-то на вид. самое что интересное, внутри все то же самое. Во-первых, внешний облик, запахи какие-то непонятные, этого не должно быть, потому что это небезопасно для жизни, Игорь Петрович. Поэтому я поручение дал, отработайте. Работники вашего подразделения должны привести все в порядок. Я вас прошу, чтобы население сходнее чувствовало себя комфортно. Поэтому давайте создадим те условия, которые мы сейчас создаем и в новых Химках, и в старых Химках, и в Подресково, и на левом берегу хорошо. Здесь должно быть все так же. Присаживайтесь. Поэтому что касаемо малого и среднего бизнеса, в 2015 году мы открыли более 1350 предприятий малого и среднего бизнеса, тем самым новых рабочих мест полторы тысячи. Это те люди, которые сегодня работают, получают зарплату, естественно, платят НДФЛ, естественно, пополняется бюджет. Только за счет пополнения бюджета, только за счет НДФЛ и налогов, которые принадлежат округу, можно, может округ жить. Если эта работа проводиться не будет, то просто средств в бюджете не будет, следовательно, мы не способны будем что-либо делать. Поэтому работа идет во всех направлениях. Ну, наверное, интересно услышать, я, наверное, не буду говорить, что было сделано в 2015 году, а, наверное, лучше всего услышать, что будет сделано в 2016 году. Что сделали, то сделали, а вот, что будет сделано, сейчас я вам скажу. Значит, я для себя специально подготовил испаргалочку, у меня по всем микрорайонам такая есть. Согласно плану по благоустройству 2016 года территория микрорайона будет, на территории микрорайона будет выполнена комплексное благоустройство дворовых территорий по 8 адресам с охватом более 24 домов плюс тверсказка. Это ремонт асфальтного покрытия, парковки, ремонт асфальта, ремонт тротуаров, установка детских и спортивных городков, обустройство газона и тому подобное. Адреса называю сразу же. Это улица Некрасова 6, это первый дачный переулок 11, улица Мичурина 29 и 31, второй Мичуринский тупик 6, там и детская и спортивная площадка будет Мичурина 6 и 4, Чапаева 3 и 5, Первая Майская 27, 27 А 25. Микрорайона Ферсановка, улица Речная 4, 6, 8, 10, 12 А. Конечно же там будет и ремонт асфальтного покрытия дворовых территорий и ремонт тротуаров. И что касаемо ремонта асфальтного покрытия дворовых территорий, то попадают такие территории, как улица Вишневая 12, улица Новая 1, Первомайская 19, Первомайская 21, проспект Юбилейный 6, Фрунзе 42, 42А. Ремонт улиц и дорог по 28 мандресам. Топушкинский переулок, Школьный переулок, улица Горная, улица Октябрьская, Хутор Зарудского, улица Новомосковская, улица Энгельса, Новосходинское шоссе, устройство нового тротуара, единого ограждения по территории Химок. Микроэн Ферсановка, безымянный переулок от улицы Мцири до улицы Октябрьская, безымянный переулок от улицы Лермонтова до Мцири, дорога на Лесничество, улица Кирпова, от Матросова до Дома 10, улица Кооперативная, улица Лермонтова, Мичуринский тупик, зеленый тупик, улица МСХ, улица Некрасова, Овражная, Осипенко, Парковая, проезд номер 7, от улицы Трехгорная до улицы Первомайская, улица Лепина, Суворова, Сурикова, Толстого, Школьная, Южная, Трехгорная и проезд номер 16. По школам я все сказал, это Мичурина 25, Сходинской городской больнице, я тоже сказал, ведется ремонт и будет строиться новая поликлиника на 200 посещений в смену и решение транспортных проблем. В 2016 году на развитие уличной дорожной сети планируется открытие движения по эстакаде через железную дорогу пути станции Ферсановка. Эту работу сегодня УДХ правительство Московской области ведет, я думаю, что она будет закончена именно в этом году. Очень много обращений жителей с жалобами, с пояснениями, с разъяснениями. Вот есть статистика, которую мы ведем, безусловно, и будем вести, и продолжать будем эту работу. Хочу сказать, что она для нас очень важна, и есть результаты этой работы. у меня есть тоже шпаргалка, где большое количество людей отзываются, что уже сделали, слова благодарности. Есть, где не сделали, но есть сроки, в которые мы вроде как вписываемся, и как погодные условия только позволят нам это реализовать, мы безусловно это все реализуем. Хочу сказать, что на территории Сходни Ферсановка проходит вот уже месячник благоустройства, он ведет последние два дня здесь именно, 4-5 числа мая тоже будет месячник благоустройства на Ферсановке и Сходни. Вот я своего заместителя Алексея Владимировича Виноградова, Алексей Владимирович, поднимитесь, пожалуйста, это мой замп ЖКХ, я закрепил его за Сходней, за микрорайоном Сходния Ферсановка, он будет находиться здесь два раза в неделю с позицией навести порядок. Это ремонт дорог, о чем я говорил, тротуаров, покраска, это ремонт дорожного ограждения, это разметка, это светофоры, это дорожные знаки, то есть все привести в состояние то, чтобы микрорайон Сходня был благоустроен и комфортным. Ну, вот этот монолог, он может быть длиться еще два часа, могу бесконечно говорить, какие планы, какая стратегия, важно то, что на 16-м году это все не заканчивается, у нас планы на пятилетку, до 2018-го года разработан план, по которому мы идем 15-й, 16-й, 17-й год, до 18-го мы отработаем и достаточно большой прорыв сделаем наведение порядка изменения внешнего облика, округа, всего, но у нас есть стратегия на следующие годы, и самое важное, что наша основная задача это наращивать темпы и изменять жизнь на территории округа к лучшему, поэтому мой монолог закончен, я считаю, что пора приступить к вопросам и ответам, я только одно единственное хотел бы попросить, я понимаю, что у многих есть вопросы, хотелось бы прямо сейчас решить, рекомендация, просто я бы так поступил, потому что как бы вижу изнутри все происходящее, вот выдали всем бланки, вот если хотите, чтобы вопрос был решен стоял на контроле, а не то, что вот его сейчас задали и ответил, потом забыл, кто-то что-то неправильно сказал и не получилось, получается, заря высказал, а вот если вы напишите, мне, моя служба контроля принимает все эти заявки, самое главное, они регистрируются и отрабатываются и находятся на контроле общего дела, то есть на моем личном контроле, поэтому я рекомендую в письменном виде лучше всего моим помощникам это все отдавать, для того, чтобы мы могли реализовать в дальнейшем все ваши просьбы. А кто хочет сейчас высказаться, то, конечно, давайте начнем. Пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Итак, друзья, у нас в зале работают три микрофона, мы работаем в живую очередь, подходите к микрофонам и задавайте вопросы. Напоминаю, один вопрос от одного человека, прошу, подходите, вот микрофон, вот микрофон, очередь расстраивается, вот второй микрофон, вот третий микрофон. Представьтесь и задайте вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер, я зовут Аллан Загагов. Владимир Витальевич, большое спасибо вам за то, что вы делаете, уже на сегодняшний день сделано, на самом деле, очень много, но хотелось бы поднять вопрос, вы освещали его в своей речи, это вопрос касаемо школы, Николин-25. Я представляю на коллектив родителей учеников школы гимназии 23, нам сказали, что начальная школа с первого сентября будет переведена в это новое здание. Но хочу обратить ваше внимание, что 90% всех учащихся начальной школы гимназии 23, они все живут с той стороны железной дороги. И мы не совсем понимаем, как можно начальную школу попереводить за 4 километра от того места, где они сейчас учатся. Это, ну, прежде всего, не совсем безопасно, потому что железная дорога, две дороги автомобильные, плюс район, где расположена эта новая школа, он, ну, скажем так, не безотвестной. Да, совершенно верно. Вот, поэтому большая просьба к вам, мы подготовили письмо соответствующее, мы собрали подписи в пользу того, чтобы либо оставить ее там, либо достать возможность где-то на той стороне, потому что это крайне неудобно. Я услышал, услышал. Спасибо большое за вопрос. По этому поводу я хочу сразу сказать. То есть мы с вами в любом случае осознаем, что детки когда вырастут, да, там уже пятый класс, четвертый, пятый класс, они все равно пойдут в школу, да, то есть это пока начальное. Но тем не менее мы не будем принимать решения и рубить с плеча, вот решили и все. Я с вами солидарен. Безусловно, безопасность для детей для нас превыше всего, и все равно. Поэтому здесь присутствует у меня руководитель управления образования. Мы подумаем, мы встретимся с родителями, мы посовещаемся с вами и примем вместе консолидированное решение. Что для нас выгоднее, интереснее. И, безусловно, самое правильное решение, оно будет реализовано. Если это решение, о котором вы говорите, значит, так и будет. Поэтому вы не переживайте, мы примем оптимальное и правильное решение. Что касаемо безопасности, присаживайтесь. Что касаемо безопасности, скажу всем, мы сейчас занимаемся очень серьезной безопасностью округа. Более того, все силовые структуры сейчас нацелены на одно, сделать наш округ самым безопасным. В связи с этим на все праздники мы организовали достаточно серьезное привлечение сил, сил УВД, спецслужб и тому подобное. Сейчас будет проводиться паспортный контроль, это проверка всех чердаков и подвалов. Мы активизируем эту работу. Кроме того, на территории округа в 2016 году будет установлено более 700 камер видеонаблюдения, которые будут в дежурную часть через сервера выведены по оптику волокна и в центральную диспетчерскую службу. То есть контролироваться будет весь округ. В 2017 году мы столько же сделаем камеры видеонаблюдения. Все школы, садики, места прохождения большого количества людей, трафик, все будут находиться под наблюдением и в онлайне наблюдаться проохранительными уровнями. Это поможет нам и с профилактикой правонарушений, и с дальнейшим раскрытием преступлений. Следующая реализация в этом году начнется это безопасный город. Будут установлены камеры практически в каждом многоквартирном доме на придомовой территории. Дмитрий Владимирович, мой зам, есть и замом по безопасности Геннадий Николаевич этот проект будет реализовать. Мы пилот в области, пилотный проект реализуем. Поэтому я думаю, что это в дальнейшем скажется на безопасность в том числе и детей, которые будут ходить в школу и которые будут идти из школы домой. Пожалуйста. Следующий вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Кадилан Кавацан. Я представляю родительский комитет в лицее 21 в Курбехе. Мои дети учатся в лицее, старший ребенок уже отучился во вторую смену, младшему предстоит. Ситуация такова, что детей в нашем лице становится все больше. На прошлых слушаниях, общественных слушаниях, было принято решение о конструкции нашего лицея в 2017 году. Хотелось бы узнать, какие будут приняты меры, потому что сейчас начальная школа, которая учится на Ображной, те дети, которые закончат первый, третий, четвертый класс, они все будут в основное здание лицея. Сейчас в нашем лице полторы тысячи детей учатся, и по количеству домов, которые строятся сейчас вокруг нас, это количество растет с каждым днем. И второй вопрос, который не хотелось бы задать. Можно один вопрос? Это тоже на какой-то нашем лице внести в план реконструкции спортивных сооружений в нашу футбольную спортивную площадку. У лицея, да? Да, около 21 лицея. Нам очень тоже нужны и баскетбольные площадки, и волейбольные, и наше футбольное поле уже непотребуемся стоять. Спасибо. Давайте я сразу в начале управления образования микрофончик, дайте, пожалуйста. По второму вопросу в вашем лице будет строиться спортивная игра в этом году 2016. О чем я говорил, это футбольные выделены, то есть современные с искусственным покрытием все будет сделано. По первому скажите. По первому вопросу мы сейчас разрабатываем проект, который действительно планируется реализовать в 2018 году по пристройке. То есть мы понимаем, что вторая смена, у нас осталось всего три учебных заведения со второй сменой, в том числе, к сожалению, 21 лицей. То есть мы здорово продвинулись в этом направлении, но на сходе два учебных заведения из этих трех. Значит, чтобы вы поняли, будем реализовывать в любом случае, просто придет время, сейчас проектная документация, после этого экспертиза, после этого начало строительства, поэтому, как мы и планировали, по 2017 году мы его реализуем. Но в этом году уже все, что связано со спортивной площадкой, будет реализовано. Спасибо большое за вопрос. У нас следующий и будете добрать. Владимир Рептайлович, спасибо, Павел Президу, за доброе начинание. Меня зовут Владимир, живут в Персановке. Осенью прошлого года вы приезжали в Персановку и пообещали навести порядок на станции и поустроить пруд. Однако, после вашего визита, пруд обнесли заборов и построили непонятные снаружи. Скажите, пожалуйста, почему у жителей отобрали пруд и заставляют застраивать единственную зеленую зону Персановку? Я привожу сейчас, извините, да, что перебиваю вас. Я привожу статья из общей газеты и еще на эко-обороне Московской области. Да не нужно ничего прикладывать. Понятно. Вопрос понятен. Спасибо большое. Я уже на вашей стороне, я же не зря туда приезжал и не просто так, и не зря говорил слова, что там будет благоустроенная территория. Милый Ильич, а в чем дело-то? А почему там до сих пор вы продлили кому-то земельный участок? Я, в принципе, по закону должны изъять его. Владимир Ильич, уважаемые жители, значит, по данным вопросу могу пояснить следующее. У нас достигнута договоренность с анидатором, этот труд будет полностью вычищен и благоустроен. Документы у нас находились в суде, но мы сейчас пока не можем какие меры принять по изъятию. Значит, просьба тогда всем спасибо, присаживайтесь. Чтобы вы поняли, огородили не для того, чтобы построить, а для того, чтобы почистить. То, что мы прудом займемся однозначно, Алексей Владимирович, мы с вами тогда выезжали, все благоустройство, которое мы жителям пообещали, мы сделаем в этом году до июля месяца. Это должно быть сделано. Пруд будет принадлежать жителям, это 100%, поэтому вы, пожалуйста, не переживайте. И, Миндович, на контроль лично возьмите, ладно? То есть, та территория нужна жителям в Кехо, но там частный сектор. Знаете, там они и так ущемлены всем. Да, да, я вас очень прошу, вот, когда у них появится новая парковая зона, я попросил там сделать освещение у них, у них темнотища, именно в том микроорайоне из Блиточки, как мы договорились, и татуары сделаем, ограждение, новые деревья посадим. Михаил Михайлович, где у нас, депутат наш? Михаил Михайлович, ты тоже подключаешься, да, к этому делу? Отлично, ремонтируйтесь, да, благоустраивайте. То есть, микроорайончик там живет, а мы с вами в июле месяце поле месте принимаем, договорились? Спасибо. Спасибо большое, следующий вопрос. Добрый вечер, меня зовут Васильева Ольга, я являюсь жителем микроорайона Сходня, у меня очень, к сожалению, много вопросов к нашему главе, но я его изложила в письме. Один вопрос мне хотелось бы задать и хотелось бы знакомить с тем, что привокзальная площадь является визитной карточкой города. То, в каком стоим у нас находятся эти обе визитные карточки по обе стороны жирной дороги, нужно желать только лучшим. Вот, в частности, вопрос, когда будет наведен порядок с такси, выделена будет специальная остановка, чтобы они не парковались и не отъезжали от автобусной остановки, где паркуется угол 10 дней по автобусу, и выходя с электрички нет пешеходного перехода к автобусной остановке. Там повесили, правда, знак о том, что у машин работает эвакуатор, однако вечером выходишь по мосту и таксистов, и они, ну, невозможно подойти, плюс цветочная палатка, нужно им перенести внушку вперед. Спасибо большое. Видимо, чуть-чуть задержались на мероприятие. Я сказал, что в этом году мы четыре вокзала будем полностью ремонтировать. Из них две территории, именно вокзальные территории сходные, мы будем ремонтировать ту и другую сторону. Мы будем благоустраивать и дорожное полотно, и тротуары, и бордюры, и все, что касаемо перенести куда нужно, и таксистов перенести, и знаки устанавливать будем. То есть цель какая? Просто я не взял с собой сюда проекты. Цель такая, чтобы вы правильно говорите, это визитная карточка, чтобы человек приехал и было красиво. Вот он, понятно, вышел с поезда, куда он дальше идет? По пешеходному переходу. То есть он переходит на какую-то улицу или идет на остановку, чтобы это было все понятно. Таксисты должны стоять с одной стороны, автобусы с другой стороны, место для торговли в третьей стороне, чтобы это не мешало. Поэтому ненужной торговли, Игорь Джорджевич, правильно, у нас не будет. У нас будет то, что цивилизовано положено, и то, что не будет мешать людям. Поэтому обязательно принесем. Но когда мы будем ремонтировать, мы приступаем в июне месяце к ремонту привокзальных территорий. Мы же в любом случае будем принимать эти работы, поэтому мы все комплексно посмотрим. Это все будет делаться комиссионно, ничего лишнего, там не будет на этих вокзалах. Они действительно будут напоминать нам вокзалы, как это положено. Поэтому я вас услышал, и как раз в этом году мы этим займемся. Перейдем к следующему вопросу. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Туреева Наталья. Встреча сегодня. Я хочу сказать, что приятно видеть такого эллимпичного делового руководителя. Приятно было слушать. И у меня такой вопрос. Ваши ли силы что-то изменить в такой ситуации? Над нашими головами каждые полторы минуты взлетает и садится самолет. Летят они очень низко. Шлейф за ними стелется, сами понимаете какой. Мы всем этим дышим. Единственная наша надежда и единственное наше спасение это зеленые зоны, которые на данном, в данный период схематически застраиваются. Но ведь появляются новые экраны. То там, то там, то там. Вот вы могли бы что-то ответить на этот вопрос? Спасибо. Конечно, отвечу. Вы знаете, что буквально месяц назад было принято решение, в том числе по нашей инициативе, и мы его поддержали в трех муниципалитетах в Торолеве, в Балашике и в Химках, документы для нового строительства приостановили все. И все новое строительство, которое не имеет разрешения на строительство, если не имеет, то не будут выдаваться. То есть мы наводим порядок с тем, что сегодня есть. Приводим все в соответствие. В соответствие РНГП, СНИПов и НОР. Поэтому я вам хочу сказать, что касаемо схода, я два участка, которые сегодня находятся, ну так скажем, в лесополосе, или там зеленое насаждение имеется, просто сдерживают, не дают обстроиться. Безусловно, есть конфликтные ситуации с инвесторами и с Минстроем, но тем не менее, позиция губернатора очевидно понятна, и мы ее воплощаем. Скажу вам сразу, вот мы вот тенденцию выбрали одну. Ну, во-первых, строительство должно быть невысокое. Если вы увидите, сейчас какой-то дом строится, поймите, что это не я поменял свою точку зрения, это разрешение было выдано давно до меня, просто люди реализуют. Их никто не остановит, потому что они уже вложились. А вот что касаемо новых разрешений, их больше не появится. Таких, которые раньше выдавались там 25-17, все это будет достаточно эстетично выглядеть, низкоэтажное, малоэтажное, 8-7, не превышать. И важно еще, кроме того, что жилье, для кого строить, для людей же, вот что касаемо зеленки, ее важно сберечь. Или, по крайней мере, организовать посадку новых. Вот скажу вам, за этот год, вот только вот часы, до 15-го мая мы посадим, уже где-то 600 деревьев посадили, еще 2000 посадим. Еще только год начался 2600 по округу. На сходе мы планируем около 500 деревьев посадить. Что такое деревья? Это не веточки, как было раньше, помните, палочку какую-то вкопали, дерево раз, еще одно, два. Нет, у нас теперь, пускай меньше их, но они большие, качественные, то есть меньше 3-х лет, то есть выше меня ростом, то есть ниже мы просто не сажаем деревья, то есть они уже похожи на деревья. Буквально на следующий год, если это дикорастущие яблони или еще что-то, они уже начинают цвести, то есть они уже все слиствуются, красивые, интересные. Основная задача посадки деревьев на территории округа, и такая стратегия у нас уже есть, мы сажаем гликорастущие плодово-ягодные деревья и хвойные деревья, которые дают уголоконичный кислород. Я считаю, что они и красиво смотрятся, и эффект у них очень большой. А гликорастущие, цветущие, они весной, конечно, как Новый год, лампочки, так же цветы весной. Поэтому такая тенденция у нас будет, чтобы вы знали. Спасибо большое. Большое спасибо, да. Следующий вопрос, будьте добры. Добрый вечер. Здравствуйте. Я закрючу детской библиотекой. Бубляшная, Елена Дмитриевна. Скажите, пожалуйста, планируется ли вывод детской библиотеки из квартир? Куда? Из квартиры. Мы находимся по улице Вишневой, дом 10, квартира 18. На сегодняшний день у меня уже 3000 читателей. Это благо то, что у нас 23-е лице, 23-е гимназия и 21-й лицей. Дети очень хорошо читают. Кто-то говорит, что дети всегда перестают читать. Это неправда. Они уходят больше от компьютера. Конечно, конечно. И они читают. Значит, давайте, что касаемо библиотек. Для нас вообще тенденция такая, чтобы их сохранить, во-первых, а не уменьшить ни в коем случае, наоборот, увеличить. А что касаемо вашей поликлиники, в которой вы работаете, в библиотеке, вы прошу прощения, для нас это, конечно, уже кашлял в голове, поэтому не обижайтесь, что я ошибаюсь. В библиотеке для нас это принципиально важно. И перспектива такая, как только мы найдем помещение, куда возможно библиотеку перенести, так мы быстро в течение месяца это решение примем. Вот сейчас просто на сходе в этом месте не знаю, куда переносить. То есть небогато пустыми помещениями территория. Поэтому на заметочке стоит, как только появится, вот вниз перед вами сидит человек, который за это отвечает. Он записывает себе и в дальнейшем, как только появится, мы сразу реализуем. Хорошо? Спасибо большое. Следующий вопрос. Добрый день. Здравствуйте. Виталий Чайкин, это житель Сходник, район Сходник. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какие именно мероприятия будут проведены по будущему в стройстве о скверо-сказке? Хорошо. Слышу. Значит, вот только что вы уже с населением там встречались, что весь сквер будет изменен. То есть мы увидели, где тропинки люди протоптали. Именно там будут дорожки из тротуарной плитки. Мы это все поднимаем выше. Чтобы висеть не перед времени или дождливый перед времени это не тонуло и люди не ходили по воде. Плюс мы делаем колодцы, куда-то вода будет выходить. Дальше. Мы завозим новый грунт плодородный, засеем траву. Аварийные деревья спиливаем, а их там достаточно. Сегодня определились, сажаем новые деревья. Это плодово-ягодные и хвойные деревья сажаем, достаточно крупные. Мы будем делать благоустройство и меняем новую детскую площадку, абсолютно новую. Все это будет на резиновом покрытии. Спортивную площадку тоже на резиновом покрытии. И, конечно, это все огораживаем новым забором. По периметру меняем асфальт, освещение увеличиваем, усиливаем. И на зимний период времени Алексей Владимирович Виноградов вместе со службами микрорайона будет делать там новогоднюю елку и праздничное красивое оформление, чтобы он был у вас самым светлым на территории микрорайона, самым праздничным, самым красивым. Поэтому вот такое благоустройство у нас будет. Спасибо большое. Давайте зададим вопрос. Здравствуйте, Владимир Витальевич. Николай Лукьянов микрорайона Всходня, улица Вишнева. Отдельное спасибо хотел бы сказать за программу «Доступная среда». И из-за этой программы делаются дороги, соответственно, левые понижения на бордюрах. Для людей на колясках это очень важно. Только вы нас понимаете. Говорю вам спасибо. И такой тоже вопрос, благодарность по микрорайону Мега. Не совсем к Сходне относится, но, в общем, все мы там, жители, часто бываем. И мы с супругой, как и большинство жителей, там покупаемся на всю неделю, в субботу, воскресенье можем только приехать. Все места для инвалидов заняты. Всегда. Они заняты не только в субботу, воскресенье, но и, соответственно, и в рабочие дни, в обычные. Но в субботу, в субботу, просто невозможно найти место. Вот сейчас, благодаря вам, администрации, вместе с соцзащитой и безопасностью движения, там постоянно дежурят эвакуаторы. Постоянно возятся машины, но пока, как бы, все равно жители туда ставят свои автомобили всегда, и мест практически нет. вот хотелось бы попросить вас, чтобы эта работа дальше велась. Вот эти эвакуаторы там находились, но я думаю, все-таки в ближайшие месяцы, там может быть полгода, год, но все-таки люди поймут, что 5000 рублей за такую парковку им отдавать не хочется, а нам, соответственно, будет проще парковаться. Безусловно. опять же, там одну секунду. Здесь много народу, пользуясь случаем, просто дамы и господа, большая просьба вам ставить машины на парковочные места, которые приспособлены для вас, а на наши места не ставить, потому что очень большие трудности составляют вот в сухую летнюю погоду, мы еще можем добраться с любых парковочных мест, если это дождливая погода, снег, то очень трудно, коляска буксует, и вот такая просьба ко всем не парковаться в месяц 1-1. Спасибо. Спасибо большое. Абсолютно правильный вопрос, и однозначно отработаем, причем в мае месяце, Геннадий Павлович и Игорь Петрович, вы присутствует здесь, я вас очень попрошу, всего лишь два движения, которые нужно сделать. Во-первых, управляющая компания Мега и Икея должны сделать нормативное количество парковочных мест, на которых будет знак инвалидов. Это первое. И второе, туда выставить ЧОП, который, как правило, везде такие ЧОПы дежурят, чтобы там действительно могли парковаться только наши инвалиды, которые, к сожалению, не могут добраться с другого места. То есть, в чем жалоба заключается? Не могут найти место для того, чтобы припарковаться, а где-то далеко инвалиду просто не добраться. Ну, то есть, летом еще хорошо, а зимой точно не добраться. Они должны быть рядышком зданию. Я прошу вас сама отработать. Мы это отработаем и информацию нашим жителям с ограниченными возможностями дадим. Хорошо? Спасибо. Ольга Александровна, я прошу вас в СМИ это озвучить, показать и рассказать, как эта работа будет сделана. Геннадий Николаевич с Игорем Петровичем отвечает. Договорились? Спасибо. Спасибо большое. Вопрос. Владимир Николаевич, вы уже услышали, вы упомянули о строительстве досуговых центров в Сходне. Поэтому я с радостью надеюсь, что у нас будет теперь и детский досуговый центр, и для молодежи, и для пенсионеров, которых у нас достаточно хорошее количество. И еще маленький вопрос. Я живу 10 лет на улице Непрасова и ни разу ни одна поливальная машина и проезжала по этой улице. Мы живем в облаке пыли и песка. Это очень страшно. Скажите, пожалуйста, по улице Непрасова сейчас на сфальте? С этим стало лучше. На сфальте. Значит, я вас абсолютно четко и уверяю, сегодня вечер, ночь, завтра там будет ездить пылесос, всю пыль заберет и все промоет. Сначала заберет пыль, потом промоет. Потом покрасит бордюры, там они есть? Бордюры. Потом покрасит бордюры, потом мне пришлют в ход отчет, а я вам пришлю в ход отчет. Это в течение двух дней. Договорились? Какое счастье. Спасибо. Спасибо большое. Здравствуйте, Владимир Витальевич. Меня зовут Ирина Майорова. Меня интересует такой вопрос. Вот у нас в 15-м году построили детскую хоккейную площадку около дома 47. Мне очень интересно, будет ли дальнейшее благоустройство этой площадки? Очень бы хотелось бы, чтобы там что-то было. Смотрите, давайте сразу с вами поговорим. То есть ее построили, да? Да. Она хорошая? Хорошая. А что не хватает? Не хватает тех же скамей, чтобы дети могли переодеться. Вокруг нее, да? Да. Да. Сделаем? В принципе, не хватает освещения. Значит, доложи. В адресу Пермайская 47 в этом году запланированы у нас дополнительные работы. К той новой площадке, которую мы сделали, мы установили сначала только барда хоккейная, потому что была площадка внеплановая. Что будете делать сегодня? Значит, асфальт, обезиновое покрытие, благоустройство прилегающей территории, то, что вы говорите, лавочки, скамейки, урны, велопарковка и площадку ГТО мы там устанавливаем. То есть вблизи этой площадки. Прошу освещение хорошее. Да. Послышали, да? Да, спасибо. Спасибо большое. Прошу, следующий вопрос. Будьте добры. Здравствуйте, Владимир Витальевич. Меня зовут Юрий Савенко. Улица Папайна, Трисоус. В 2013 году встали на учет в садик в очередь с дочкой. Значит, через полгода приезжаем. Мы 18-й. Это в садик? Да, в управе, в Химках. Там на очередь в садик. Еще через год приезжаем. Мы уже 119-й. Еще через год мы уже 711-й. Вопрос, почему очереди в обратном управлении? Что самое интересное, я сам в шоке. Расскажите, пожалуйста, правила игры. Кстати, вот я себе давно хотел задать вопрос, почему так, где многие говорят. Хотя должно быть с точностью все наоборот, да? Такое ощущение, что вот вы ребенка родили, а до вас еще кто-то быстрее родил, проспал. Пожалуйста. Значит, мы сейчас введение очереди в детские сады полностью передали многофункциональный центр в электронную программу. То есть сейчас человеческий фактор не может вмешаться в электронную очередь. Так, тогда как получается? Я сейчас объясню, Владимир Витальевич. Очередь у нас существует целиком по городскому округу, то есть не по микрорайонам. А двигаться назад может быть только за счет льготных категорий. Льготными категориями у нас являются дети военнослужащих, работников прокуратуры, работников МВД, многодетные семьи, которые имеют признанные статы в соответствующие документы. То есть они при постановке на очередь, естественно, встают вперед по своему возрасту на эту льготную очередь. Вот такое может быть. В Адресково, когда целый микрорайон расселили военнослужащих, вот мы разбирались, почему там такая ситуация сложилась с жителями. И, естественно, вот те, кто стояли в обычной очереди, они отодвинулись и с тем, что... То есть разумное такое, что у нас в округе рождаемость среди военнослужащих и работников прокуратуры УВД увеличилась. Поэтому это тоже нормально, это тоже хорошо, слава Богу. Скажу прямо, в любом случае у нас проблем с садиками не будет. Вот в этом году мы достроимся хорошо. Вот смотрите, на 1 сентября, если с учетом того, что тенденция прироста пятишек с трех лет увеличивается, у нас с 1 сентября очередь будет 816 человек. А к 20 декабря уже профицит, 500 мест будет, профицит. То есть свободные будут места. Поэтому я вас уверяю, все будет хорошо. И если мы только не будем нашпарить, и у нас дети будут рождаться как на эти, то мы можем не успеть, конечно. Это тоже здорово, что дети у нас рождаются. Округ молодеет. Спасибо большое. Следующий вопрос. Вот, женщина подошла. Задайте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Валерьевна. Я по поводу своей детьми в лесу. Я хотела бы, во-первых, обратиться сейчас тоже к жителям, призвать их, приходя в лес, на фигняки, не разводить за струк на подстилки. И вопрос к администрации. У нас там есть проблемы. Есть очаги-караинники. И, к сожалению, этот участок сейчас принадлежит малого педагогена и дирекция парков. И вот в этих караинниках нет никакого контроля за падающими елками. Когда-то эти елки были помечены, назад или с вами, я сейчас не вспомню уже. Но, тем не менее, ничего не произошло. И вот вопрос, кто ответственный сейчас в этом лесу за безопасность людей, которые там находятся. В том числе, люди, которые мегрируют у нас из восходника, тех же холодильников РУ, которые там рабочие трубы. Спасибо большое. Акция Газадьевич. Есть у нас, да? Пожалуйста, скажите. Данная территория нам принадлежит, соответственно, в ближайшее время мы примем меры по вырубке данных деревьев, которые на основании поробочного билета. Ну, давайте так прямо, чтобы у нас предметный протокол попало. То есть, к какому числу у нас будут вырублены те деревья, которые помечены и считаются опасными для жизни, и те, которые мы вывезем оттуда, и там не будет вот этого прелома. Вот порядок до какого мы дня доведем? Пожалуйста. Я думаю, что в течение месяца мы это все сделаем. То есть, у нас с 1 июня там будет хорошо? Хорошо. Спасибо большое. Будьте добры. Вопросы. Ападемий Витальевич, я бы хотела вам задать этот вопрос. Мы живем на октябре с пульсом 36. У нас буквально наш дом превратился, как можно сказать... Поближе микрофон, пожалуйста. Он превратился, может сказать, в помойную яму, потому что у нас там все буквально опичкано, не поймешь, чем, промышленные зоны. То есть, две пацаны, третьего комбината, вот, дистанция, потом, что у нас там, гаражи, в общем, ангары. Там, не поймешь, что, над головой самолеты бесконечно каждые пять минут прилетают. В общем, жить просто невозможно. Что, я не знаю, около места там какую-то организацию открыли, которая якобы делает там водород. Это вообще, когда я туда пришла узнать, что они там делают, у них там стоят железные, эти самые, в общем, емкости, да, в общем-то, они мне не дали полного ответа, что вообще они производят. Потому что малейший вот азот или что-то там, это будет огромный пожар, просто мы там взлетимся на воду. Вот никто на это не может дать ответа. Вот, я просто хочу сказать, что, в общем-то, у нас без конца идет отключение электроэнергии. В общем-то, это прерогатива, конечно, Октябрьской железной дороги. Они делают свои дела, в общем, а как нам жить, в общем, непонятно. Вы вопрос сформулируете, это вы обо всем задали. Все горит, понимаете, у людей горит аппаратура, все горит, потому что они без конца. Вот сегодня, например, об электрической вещи, либо о водороде. Об отстанции. В общем, о том, что промышленная зона у нас, понимаете, мы хотим, чтобы у нас как-то все это урегулировали. Сделали нормальное место жительства. Подъезда у нас к дому нет, абсолютно. Мы ходим к проезжей части, где едет машина в гаражи. Каждые пять минут, там, минуту-две-три, идут машины. Еще раз свой адрес скажите. Октябрьская 36. Спасибо. Вот, по поводу дома. По поводу дома. Вот я хотела. У меня, в общем-то, здесь три, как бы я писала, три письма в доброте. Вот, по поводу канализации, которая у нас не функционирует, можно сказать, 60-х годов года, когда дом был построен, ее изначально неправильно вывели. И она у нас не работает. И все вот эти фекалии, все отходы у нас идут на первой этаже в неживое помещение из двух сторон у нас, как предусматривалось для магазинов. Вот они все истекают в магазины. Вот кто живет на втором, на третьем, они, в общем-то, это нюхают, как говорится. Спасибо большое за подробности. Вот, я бы хотела сказать, что здесь, здесь, это просто отписка, понимаете? Они передают сюда, жертва наш передает, десятый, Васильева, значит, Виноградову, Виноградову опять пересылает нам. Это все за... Вопрос будет. Ничего. Спасибо большое. Не делайте, как. Вот. Значит, что касаемо данного вопроса, женщина, вы абсолютно правильно все говорите. Сумбур не надо водить. Мы наведем порядок, мы наведем порядок. Я понимаю, что она болела, поэтому в любом случае пытайтесь... Я могу не обращать. Попытайтесь все в каждом... Подождите, вы же задали вопрос. Сейчас кричать не нужно, потому что я в ваш адрес, в ваши уши направляю ответ. Вы не хотите слушать. Поэтому вы услышите. Услышите? Мы туда придем и наведем порядок. Услышали, да? Тогда, тогда. Значит, ждите меня в мае месяце, до 20-го числа. Сейчас оставите свои данные, мы на вас выйдем и вас пригласим туда. До 20-го числа службы, которые здесь находятся, я уверен, что вы должны навести определенный порядок для того, чтобы там можно было вести разговор и понятна была систематика решения этих вопросов. Дирекция Единого заказчика, Алексей Владимирович, меня услышали. Прошу протокол запланировать совещание прямо в выездное на место. Что за завод, Дмитрий Владимирович отработает, что за предприятие, Геннадий Николаевич, законность нахождения предприятий и всего остального. Прямо Дмитрий Владимирович, помощь с точки зрения, если это незаконно, то пресечение, подключение правоохранительных органов и изъятие данных территорий в пользу жителей. Услышали, да, ответ? Будем заниматься с вами, ждите нас в гости. Спасибо большое, следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Зикова Наталья Владимировна. Я хотела бы узнать, что у него дома по улице Первомайская, номер 11 и 13, потому что с каждым годом в них жизнь все хуже и хуже. Я уже полгода сижу без горячей воды, стены рушатся изнутри. Страшно находиться в квартире. Скажите, когда будет результат, какой он должен быть? Ну, вообще, мы приняли решение их расселять, эти дома. Да, Дмитрий Владимирович? Мы принимали это решение. Сейчас инвестиционный контракт мы отрабатываем для того, чтобы куда переселять, да, чтобы было понятно для вас. Поэтому, Владимир Владимирович, решение на сегодняшний день уже есть. Есть, да? Дайте, пожалуйста, микрофон. Какие номера там еще? 11 и 13, Ивамайская. 11 и 13. Это дома ДРЗТ, двухэтажные, они будут переселены. Этому, в следующем году я... Вы подойдете, я вам уточню, потому что большой список очень домов. У нас 4 ДРЗТ работает на территории. Я вам точно скажу время. ДРЗТ на развитие застроенной территории. То есть расселение ветхого. Подойдете потом ко мне, я посмотрю список ваших домов и по плану прямо расскажу. Спасибо большое за этот вопрос. Добрый день. Добрый день. Поближе к микрофону и погромче говорите. Я в такой вопрос. Вы сказали, что Скольня и Химки – это единые организмы. Вот наше любимое Новосходинское шоссе, которое, в принципе, сейчас получилось как внутригородская улица, насколько я понимаю. Неправильно понимаете. Нет, да? Значит, давайте по Новосходинскому шоссе. Вообще дорога обслуживается Москвой. На дну... На две седьмых – это территория Москвы, справа слева, Молжениновский район. На одну треть – это планерная, это Потресково-Сходняя. А вот район, где построен магазин, где вот этот комплекс? Солошногорский район. Это Солошногорский район. К нам не относится. К нам не относится. Вы знаете, я просто хочу сказать вопрос. Скажите. Да, водителям. Я понимаю, как трудно, как тяжело водителям, потому что там нет уличного освещения. А пешеходы ходят, и в темноте просто... Ну, приходите, ездите в темноте. Там очень страшно. Значит, докладываю вам. Я написал в адрес мэра Москвы Собянина письмо по Новосходинскому шоссе и заместителю его, Бирюкову, который занимается этими вопросами, чтобы навели там порядок, дали поручение главе префектуры и главе Молжениновского района навести порядок. Скажу прямо, это все зависит от них, потому что их территорию, к сожалению, бюджетных средств потратить не может, не могу. Но вы увидите изменения в нашей части территории. Вот там, где наша территория, у нас теперь будет единый забор, вот где будет красивый коричневый такой забор, и там будет написано Химки, а вот это в Химке, и тротуар будет. Вот где там будет грязь и помойка, это Москва. Мы щиты повесим, где Химки, где Москва, чтобы им было стыдно. И вот этот вот рынок, ужасный, конечно. Это Москва. Это что за... Это же может быть. Москва такая хитрая. Я думаю, что наведем порядок, не мы пьем до Катани. Спасибо. Спасибо большое, Слечок. Никакие дожди. А что вы, бабушка, не можете... Маслов Александр Владимирович, председатель, кто Сходня Южная. Владимир Витальевич, спасибо, что вы заботитесь о развитии спорта и о здоровье. Но там не наболевший вопрос. Нам уже давно обещают бассейн на Сходне. Вот. Слеченко обещал, Шахов обещал. Может быть, не успел. Обещанного три года ждут. Но, может быть, сейчас, с учетом того, что рядом с этим стадионом на МЕПе осуществляют крупные инвестиционные контракты, возможно, что-то сделают. Вот я врать не буду. Тема очень актуальна и интересна. Но пока я не буду врать, почему. Все строительные проекты более интересные, в том числе и УНБ, которые хотели реализоваться, они наполовину встали. Еще раз говорю, экономический кризис дает на себе знать. Чтобы вы понимали, это в пределах 400 миллионов рублей удовольствия. И поэтому у нас... То есть они должны строить жилье, в большом счете, которое должно продаваться, но, к сожалению, не продается. Как только ситуация изменится в лучшую сторону, поверьте мне, что мы все сделаем необходимое, и ФОК в любом случае на Сходне нужен, его нет. Мы с вами определимся, то есть, что приоритетно. Каток или бассейн, или спортивная просто территория, на которой можно играть в игровые виды спорта. Если вы говорите о том, что бассейн, значит, если решение будет принято, и инвестиционный контракт подписан, значит, будет прописан бассейн. Но, врать не буду сейчас говорить прямо, будет он или нет. Знаете, как. Все в руках божьих. Если ситуация изменится в лучшую сторону, значит, будет. Если не изменится, то фокусов не бывает и волшебства. Хорошо? Спасибо. Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Яковлева Елена Алексеевна. Я педагог 21-го лицея, коренной жительница Сходня. У меня такой вопрос. Сейчас мы на Сходне обладаем очень красивым местом. Это сквер имени Величко. Мне режет в ушах. Я тоже считаю, что это парк. И скажите, пожалуйста, вы сказали, что еще будут какие-то дополнительные мероприятия по благоустройству. Можно услышать, какие конкретно? Спасибо. Мы занимались в 2015 году благоустройством на реконструкции парка имени Толстого. А в этом году заниматься будем Дубками и Величко. Ну и еще на левом берегу набережную строим, тоже эко-берег. Для того, чтобы в каждом микрорайоне были парки. У вас очень много изменений будет в существующей территории. Я даже могу сказать, что есть человек, который персонально отвечает за это. Когда он непосредственно вам сейчас скажет, за это он несет ответственность. Кроме того, что мы будем делать благоустройство, там появятся еще и некоторые вещи, связанные с досугом. Александр Константинович, пожалуйста, озвучите прямо, что будет в парке Величко. Первое, мы уже сейчас приступили к ремонту сцены, которая есть. Мы ее отремонтировали. И первого числа уже мероприятия праздничные пройдут на новой сцене. Затем после 9 мая мы приступаем к работам по тренажам. И следом за этим мы делаем дорожную тропиночную сеть всю новую. Следующий этап. Это из плиточки, она будет в условной чилище. То есть у вас появятся полностью новые дорожки. Они будут отремонтированы и хорошо сделаны. Также появятся две новые детские площадочки, вот замен старых. И мы делаем зону тренажеров. Вот сейчас в парке находятся три хорошие спортивные площадки. Мы их дополним тренажерами, новыми, красивыми, современными. И, соответственно, всю территорию мы делаем новое освещение в парке. Так что будет хорошо, красиво. Скажите, пожалуйста, вот такое интересное новшество, оно уже во многих городах есть в нашей России. Панда-парк. Вы хотели построить тоже там панда-парк. Как в Толстом, будет он или нет? Мы планируем панда-парк Величко. Соответственно, с вами еще раз обсудим. Место у нас выбрано, где мы планируем поставить. Если вы нас поддерживаете, то мы его поставим. То есть вот такое благоустройство будет в этом году в парке. Нормально? Все, отлично. Спасибо большое. Еще раз. Владимир Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Валентинович, скажите, пожалуйста, Первомайское 55. Знакомый дом двухэтажный, здесь разрухи. В ней живут мои племянники, они остались сиротами. Дайте слово, когда вы рассеете этот дом? Давайте скажу. Дайте слово. Если бы это зависело от меня, только от меня, я бы вам дал слово. Но опять же, я же мужчина, я же не могу сказать, за слова не ответить. Поэтому я отвечаю за слова и скажу, наверное, такие слова правильные. Вот у нас весь ветхий фонд, ветхий фонд, он распределяет. Я просто не знал, что будет такой вопрос, я бы вам принес. Он весь расписан, когда, какой дом будет расселяться по развитию территории застроенной. В связи с этим, я не могу просто вспомнить, в каком году это произойдет. Но я знаю точно, что все дома эти будут расселяться. Причем это все произойдет до 2020 года. Я вас очень попрошу, ну, не дожимать этим, почему. Знаете, как, на этом пообещаю, что мы завтра точно сделаем. Когда слог разаяли, снег выпал и не сделали. Понимаете, вот вперед паровоза не бегу. Скажу одно, мы это сделаем. Чем раньше, тем лучше, правильно? Поэтому давайте дождемся этого случая. Но, когда мы придем к этому, и уже решение будет принято, мы вас об этом оповестим. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня уже говорили насчет леса, вот от холодильника и выше. Там еще... Поближе. Можно вас попросить? Вот это классные местечковые термины. Холодильника. Что это такое холодильник? По понятиям я... Магазин, холодильник и лес, который над ним. Вот сегодня задавали уже вопрос. Хорошо. Где у нас есть? Где старых деревьев там? Понял. И вот в том же районе есть улица Заводская и улица Садовая. Эти участки затоплены, частично лес тоже. На участках стоит вода вплоть до фундамента. Причины известны. Причины известны. Это началось, как только началась застройка того района. Многоэтажные дома. Был нарушен естественный водоотвод. С 2008 года обращались в различные станции. Вот целый пакет. Возьмите на копию документов. В том числе и фотографии. Прикладываем. Никакого результата ничему не привело. Объем домов, которые попадают под затопление, какой? Три дома. Чуть больше. Вы бумаги давайте. Здесь организация водоскопа, да? Знакомая ситуация? Озвучите, пожалуйста, как будем решать проблему. Владимир Витальевич, там на самом деле вода отводилась куветом в сторону леса. На данный момент они все насыпаны. Скорее всего, с ними жить. Ну давайте мы решим этот вопрос. Куветы очистим? Очистим. Срок когда у нас это все будет сделано? После мая. Давайте так. До 1 июня мы все сделаем. До 1 июня протокол записали. Ответственный директор водостока. До 1 июня мы все это сделаем. Вы слышали, да? Да, спасибо большое. Вопросы? Я житель в Тверсановке. Вы очень много добрали. Вот видите. А, Чернеев, Ольга Дмитриевна, Тверсановка. Здравствуйте. Я уже везде писала, и там получила ответ, что Тверсановка у нас нерентабельная. Но у нас большой козелок. Как нам жить? Людей много. Какой поселок? Тверсановка. Нет, это микрорайон городского округа Химки, Тверсановка. Вам нужен место Свердбанка, да? Улетели, закрыли, на речной закрыли. Они хотят отделение Свердбанка. Я услышал. Львович, скажите, пожалуйста, ваше предложение какое по этому поводу? Дайте, пожалуйста, начальник теруправления. Мы связывались с отделением Свердбанка России. Вот, они обещали нам открыть для жителей микрорайона Хирсановка. Не обещали открыть? Кто обещал открыть? Нет, они... Вон отделение сейчас закрыто, но они обещали нам его восстановить работу для жителей микрорайона. Именно там? Да, если они сейчас открылись, то откроют. Правильно говорю, да. Откроют, точно. Наталья Николаевна, отработайте со Свердбанком, инвестирую в управление, хорошо? Чтобы там оно открылось. Договорились? Все, спасибо. Дорогие друзья, к сожалению, последний вопрос. Прошу. А еще, Надежда Алексеевна, и проявлен персоник. Да, пожалуйста. У нас канализация течет по куветам, причем прямо в этой водоразборной колонке. И уже и звоним, и пишем. Именно канализация, да? Именно канализация. Да, два дома, которые основательно спускают. Там гостиница, и все это вечером, особенно часов часов. Улица Ленина. Где улица? А вообще много. Ну, я знаю, что на территории Сходни, Ферсановки, вообще ливневых колодцев нет, и канализации как такого нет. Поэтому продолжайте, пожалуйста. И еще маленький вопрос. В Ферсановке не останавливаются электрички, вы знаете, это проблема. Но до Ахимок мы доехать не можем, у нас нет транспорта. Мы едем до Сходни, потом где-то там на 480 какой-то пересаживаемся, и до Ахимок, это получается полдня едешь. То есть, сразу вопрос, что бы хотели? Хотели, чтобы со стороны, где комбинат, где новый сейчас микро-район построен, чтобы продлили до Ферсановки по улицам цели? Хотя бы. Транспорт, где у меня? Записали, да? Значит, смотрите, вот вы сейчас отрабатываете. После праздников, первая планерка, Маркин должен доложить мне решение. Я прошу вас, я прошу вас, вы возьмите на контроль кирп управления, мне нужно будет доложить, а ситуация как выйдет. Все решим, спасибо. Одна минута, последний вопрос. Одна минута, последний вопрос. Спасибо большое. Меня зовут Назерова Крина. Я представляю так, что интересно, 23-й гимназии. Хотела бы просто поподробнее вас узнать, потому что общий ответ был. Ситуация какая? Значит, в гимназии представляют собой два корпуса, старший и младший. Так вот, младшие классы, они сидят в здании большего садика. Соответственно, 33 человека в классе сидят в 10-метровом кабинетах. Нет ни рекреации, ни из мальчика на залы, ни музыкального, ни актового. Коридоры себя представляют, ну, ширина, наверное, метр, не более того. Хочу сказать также, что... Можно сразу ответить? Да. Дайте микрофон. Начальник управления. Еще раз скажу, отработан механизм. Сейчас уже скажешь, что будет там. Первое, что хочу сказать, что мы ни в коем случае не нанесем никаких... Никого ущерба интересам детей, чтобы вы нас тоже услышали. Это первое. И второе, на 2017 год мы выезжали в вашу гимназию неоднократно, с Мариейной Ксевной, с директором встречались. Значит, тоже будет готовиться проект пристройки. Потому что у вас с этой стороны очень большая проблема. Там земельный участок позволяет, и мы будем этот проект прорабатывать. То есть, единственное, я не могу точно сказать, что это 2017 год будет. Но этот... В 2017 году мы точно в проекте заберем из экспертизы уже. А реализация... В зависимости от бюджета, потому что... Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, большое вам спасибо. Можно я скажу два слова? Уважаемые жители Сходни и Ферсановка, вот два депутата, которые здесь находятся со мной, Смирнов Александр Ирстович и Косыгин Андрей Борисович. Я прошу, вот вы как бы к ним подойдите. У них есть телефоны, у них есть электронная почта. Это коллеги, которые работают с нами в команде. И, в общем-то, многие вопросы решают и доносят до нас. Поэтому вы к ним обращайтесь. Еще раз, Косыгин и Смирнов. Вот они сидят. Коллеги, встаньте, пожалуйста. Вы можете сейчас прямо подойти к ним и свои обращения в их адрес направить. Договорились? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. С праздником наступающим. Всего доброго. Дорогие друзья, напоминаю, что все вопросы, которые вы не успели задать или хотите еще задать, вы можете написать на обращение и сдать их нашим волонтерам. Все вопросы будут приняты к сведению и вам дадут ответ, если вы укажете обратный адрес. Спасибо большое. До новых встреч со всеми наступающими праздниками. Продолжение следует... Продолжение следует...